Встретить людей, которые умели бы совмещать совершенно несовместимые вещи, достаточно сложно. Однако возможно. Подтверждением этого факта стала прошедшая несколько дней назад в стенах Бердянского университета менеджмента и бизнеса выставка работ живописи учащейся 3-го курса экономико-правового колледжа Бумиба Татьяны Беловой. Всю выставку мы присвятили 201-й лечнице Тараса Головича Шевченко. Я думаю, что вам понравится работа этой девушки, новой девушки. Вы будете задоволены этой выставкой. Давайте мы ее приветствуем и побажаем творческих успехов. Гордость любого университета и главное его достояние – несомненно талантливые и преуспевающие студенты. Учащиеся Бумиба не только отлично учатся, занимаются наукой, побеждают во всеукраинских олимпиадах и конференциях, они еще и всесторонне одарены. Поэтому и было решено студенческим советом университета провести серию акций, в которой примут участие талантливые дети ВУЗа. Эта инициатива была одобрена и поддержана руководством. Мне очень приятно, что в нашем университете учится такая талантливая молодежь. И ты ее самый яркий представитель. Я тебе желаю творческих успехов. Вот вы знаете, я когда зашла, и одним глазом только пока, картины надо, конечно, рассматривать с разных ракурсов, но одним глазом, когда мне кажется, я зашла в музей, настолько видно качество этих работ, что это делает мастер, начинающий, да даже и не начинающий, но мастер, мастер. Поэтому успехов, деканечка, в твоем творчестве и в профессиональном деле, потому что у нас будешь юрист художник. Выставка не прошла незамеченной. Студенты университета с удовольствием посещали аудиторию, в которой было выставлено порядка 20 работ юной художницы. Особый интерес вызвали пейзажи, любовь к которым у Татьяны с детства. Они напоминают нам о жизни на просторах нашей необъятной Родины, Земли Матушки, где жизнь идет своим неспешным чередом. День, ночь, неделя, месяц, весна, лето, осень, зима, четыре времени года. Сначала я в голове вижу какой-то туманный образ, но отдельные детали я вижу четко. Но постепенно картина становится более и более реальной. Я вижу ее композицию, я чувствую ее настроение. И в определенный момент мне хочется все это воссоздать на холсте или на бумаге. Вот так и рождаются мои картины. С природой не поспоришь. Она меняется каждые 15 минут. Поэтому надо ухватить ее настроение именно в этот момент. И потом выплеснуть его на холст, наполнив теплыми чувствами любви к ней. И у Татьяны это отлично получается. Тане Беловой 18 лет, 10 из которых она посвятила живописи. Талант – это прежде всего умение трудиться. Таня не только замечательно рисует, но и прекрасно учится. Ученица известного бердянского художника Владимира Жаркова, две работы которого, к слову, также были представлены на выставке, выбрала более приземленную профессию – юриста. Однако юная художница считает, что в любой сфере деятельности необходимо быть высококлассным специалистом и уметь сочетать в себе, казалось бы, несочетаемые вещи. Такие, например, как умение рисовать и юриспруденцию. Танечка, еще и руки в тот же замок, она у нас юная, и думаю, что уроки через пять у них будет уже достаточно робит, чтобы выставлять в нашем художнике музея. Персональная выставка Татьяны Беловой – это первая «Ласточка» в череде событий, запланированных студенческим советом Бумиба и отснятых университетской телестудии. В скором времени увидят свет серии увлекательных репортажей, рассказывающих о талантливых мастерах танца. Юмористического жанра, представленного командой КВН-университета, и вокала. Полна талантами земля Бердянщины, и юные представители ее сегодня получают знания в стенах Бердянского университета менеджмента и бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова